здравствуйте друзья сегодня решил снять видеоролик о том как черенковать виноград как размножать виноград с помощью черенков весь свой виноград я размножил с помощью черенков весь мой виноградник который я имею практически ничего не докупал все выращивал корни собственными способом и из черенков черенки беру брал у знакомого виноградаря из северской у него там тоже большой виноградник около 21 сорта но также я подкупал у меня больше сортов поэтому я себе подкупал еще черенки размножал то есть весь свой виноградник я высадил с помощью вот таких вот укорененных черенков и сегодня поделюсь с вами опытом как я укореняю черенки и определенные секреты потому что задают часто вопросы кто-то говорит у меня загнивают черенки у меня не получается укоренить и так далее так далее так далее очень много вопросов возникает людей поэтому решил снять вам вот этот видеоролик прежде чем вы решитесь укоренять черенки вы должны определиться для каких целей вы собираетесь их укоренять либо чисто для себя чтобы посадить у себя на участке до хорошие сорта винограда или гибридной формы либо для продажи но в любом случае при приобретении черенков при срезке черенков с маточного куста вам необходимо обязательно подписать ваши черенки как это делаю я для того чтобы не было разносортицы первый год я в основном старался выращивать для себя поэтому просто меня были было цифров циферка 1 2 3 4 5 6 и все и не было ни название ничего потом я уже когда получил плоды и уже понял как какие названия своего винограда но вам расскажу что так делать не надо изначально приходите к виноградарю которого покупаете бы чтоб он подписал вам все ваши черенки то есть если вы берете большое количество черенков вот как как я это делал в этом сезоне я делаю вот так выписываю в книжке или там в журнале в каком-то да в тетрадке выписываю 1 2 3 4 5 6 7 и до 22 да вот у меня дошло 22 сорта гибридной формы что я сделал я взял нарезал черенки и на каждом черенке мне не нужно писать rush for слова или черный султан или допустим там гурман лакомка или мускат на тухаевский это очень долго я просто по-быстрому нарезаю скрепляю связку черенков и на них сразу подписываю просто циферки 1234 в журнале у меня один это допустим rush for то есть я уже знаю то есть я время на это не трачу то есть как это выглядит вот видите вот черенки здесь вот чуть подписал ливия но потом перестал так делать вот цифр к 5 вот я захожу в свою книжку смотрю 5 ли все то есть вот так вот скрепляю потом после того как я привез домой я их поставил в воду вот ведро с водой поставил и на следующий день я уже они напитались водой влагой я уже начинаю их нарезать вообще рекомендуют если у вас есть какая-то ванна во дворе или где-то дома или еще что-то да лучше конечно эти черенки поместить в какую-то ванну или детские ванночки пластиковые туда налить в эту ванну марганцовки немножко до сделать такой вот цвет розовый и поместить на на всю ночь туда эти черенки они тогда хорошо и вымокнут и продезинфицируются и под и только после этого вы их уже будете нарезать черенки в доме хранить лучше не хранить потому что они пересыхают то есть постарайтесь сделать так что сразу когда вы собрали ваши черенки вот у меня черенки вот видите тоже циферки циферка 4 циферка 11 циферка 14 то есть непонятно вот так вот посвязывал их все и нарезаю эти черенки мы с товарищем вместе взяли то есть половина этих черенков одному товарищу вот половина оставлю себе эти все сорта у меня винограда есть поэтому я из них буду выращивать только на продажу то есть буду делать растения саженцы на продажу чем хороши саженцы выращены из черенков они хороши тем что во первых они корни собственные то есть если я свой виноград допустим не укрываю есть там люди в регионах они укрывают а пригибают земли от раз по нам там шифером прикрывают и так далее я свой виноград не прикрываю потому что мы находимся в южном регионе это кубань это краснодарский край у нас виноград очень очень редко когда вымерзают какие-то почки на винограде поэтому я часто кто видел мои ролики знать что я оставляю всегда запасные лозы на случай чтобы было когда буду делать выломку побегов после зимы какие-то почки если вымерзли еще что то чтобы у меня было из чего выбирать делаю сформирую усиленное звено плодоношения скажем так вот поэтому почему выращиваю именно из черенков потому что во первых они корни собственные если вымерзнет куст будет сильный мороз допустим 25 27 30 градусов мало ли что снизу я всегда всегда он может выбить восстановиться куст быстро за сезон нарастить новые рукава и только на следующий год я полностью восстановлю курс ты получу виноград если же мы делаем выращиваем виноград на привитых саженцах то мы в практически утрачиваем сортовую форму и если куст вымерзает у нас начинает выгонять только дикарь поэтому я вот стараюсь выращивать из черенка я в первых знаю это точно сто процентов будет маточные куст почему у меня последние несколько лет не может быть разносортицы до разносортица всегда есть а то этикетка отлетела то еще что-то такие саженцы продаю дешево допустим по 100 рублей да вот такие которые разносортицы отлетели я знаю что все саженцы винограда у меня хорошие качественные вот то есть там нет какого-то хлама еще что то то есть все такие сорта гибридной формы растут у меня на участке я испытал я знаю что они качественные не то что там допустим вот я купил сорт винограда черный палец black finger уже три года он у меня сидит ни разу плодов не дал также купил саженец винограда юпитер кишмиш юпитер четыре года винограду до сих пор я ни одного ни одной гроночки не получил чтобы попробовать то есть пустой вот просто пустой посмотрю в этом году если также он будет пустой ему просто удалю с участка и все обычно я на второй год получаю уже сигнальные гроздочки то есть выращиваю из такого вот сажен саженцы да сейчас пока это черенки вот черенок укореняется я его высаживаю в открытый грунт выращиваю лозы на следующий год да возможно лозы такие как мне нужно я не выращиваю оставляю на следующий год на обратный рост делаю то есть оставляю две-три почки опять выращиваю новые лозы если я за первый год не вырасти но в любом случае из этих почек это уже будут плодоносные почки они могут дать себе сигнал очки то есть уже на второй год я могу попробовать виноград именно убедиться в сорт на сне винограда убедиться в том что это именно тот виноград который я посадил поэтому я стараюсь конечно весь свой виноград подписывать начиная от срезки вот привоза домой до подписывают и заканчивая скажем так высадку в горшочке то есть начало мы вот так вот и нарезаем в баночке этот виноград водички немного наливаю под нижней почки срезаю покажу как это выглядит вот нижняя почка прям под нижнень пашкой срезаем делой срез в этом месте будут выходить корешочки если люди которые говорят что нижнюю почку лучше удалить то есть секатором просто берут и срезают я делаю и так и так иногда удали иногда не удаляю просто часто бывает так что после морозов черенки непонятно откуда привезенные до бывают что верхней почки повреждены бывают и они просто не прорастают и вот единственная нижняя почка она дает побег и таким способом может аккуратненько ее посадить верхушку удалив посадить корешочки то есть получить также саженец кто-то нарезает на 2 почковые то есть вот одна и две почки да кто-то нарезает на три почки на всякий делают на всякий случай делают три почки стараюсь делать часто остаются последний черенка к нарезаем остается допустим две почки их тоже если ценный ценные такие сорта или гибридной формы стараюсь их или мало у меня их этих черенков то тогда вот выращиваю ну допустим я нарезал вот осталось у меня две почки вот я могу из этого тоже вот так поднять под этой почки порезать поставить с верхней пучки выбьет с верхней 2 да возможно из нижней выбьет побег и спокойно посажу также получу саженец но кадрянки у меня много вот у меня только на участке 4 куста кадрянки растет поэтому черенков кадрянки немного поэтому я тебе немножко на продажу сделал сделал саженцев и все много делать не буду вот я стараюсь сделать мускат на пухаевский мускат дружба побольше саженцев потому что мне очень понравился из этого из этих сортов винограда и вино делать и чача получается очень вкусно ароматная поэтому стараюсь эти сорта сейчас выращивать вот ну в этом году конечно я для себя черенки делать не буду черенки самое главное стар когда вот вы берете старайтесь брать у проверенных виноградарей что вас не обманули то есть либо у знакомого либо у виноградаря прям с дома приехали взяли что-то если что было куда обратиться и сказать что ребята вы меня обманули вы мне дали не то да например потому что часто человек три-четыре года выращивать получить урожай получает урожай а там не то что человек хотел такое тоже бывает это не всегда виноградарь виноват бывает такое что пересортится случайно где-то забегался где-то что-то один черенок где-то что-то не туда попал этикетка отлетела еще что-то поэтому вот с этим делом нужно если вы хотите делать элитные саженцы которые именно сортовая принадлежность будет стопроцентная поэтому старайтесь всегда подписывать начиная от обрезки помещения на пельчевание скажем так воду и до высадки горшок то есть горшок когда высаживайте или там в стаканчик на стаканчик каждый а также вы приклеим такую наклейку подписываю я думаю что вот такие вот черенки обычно в течение двадцати пяти двадцати семи дней ну месяц скажем так они пускают все корни где-то через месяц уже получу саженцы сегодня 27 да по моему сегодня 27 марта то есть это 27 апреля ну скажем так к началу мая я получу уже саженцы полноценные саженцы в начале мая то есть как раз когда минуют возвратные заморозки обычно я раньше начинаю это все делать где-то в начале марта в этом году немножко на зима затянулась поэтому делаю в конце марта ставлю на укоренение черенки и скажем так когда уже минут возвратные заморозки это будет где-то обычно мы у нас нашем регионе рассчитываем где-то 9 10 марта ой мая 9 10 мая когда как раз и мы делаем уже обломку на винограднике вот тогда мы и высаживаем вегетирующий саженец открытый грунт вот в это время надеюсь ролик был кому-то полезен буду выкладывать даль дальше ролик ролики по укоренению и винограда и инжира и всего остального поэтому кому интересен канал подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео вот решил сейчас весна решил побольше выкладывать именно о выращивании саженцев из черенков размножения саженцев размножения различных растений то есть как раз это делается все весной и делается без особых заморочек как вы можете увидеть в интернете там кельчеваторы люди готовят непонятно что там подогрев пола еще что-то ничего делать не надо я даже корневины использую просто нарезал вот так в банку воды налил и поставил на подоконник все больше ничего не надо где-то через месяц это пустят корни вот эти черенки высаживаем их в отдельные горшки все спасибо за внимание до свидания надеюсь кому-то это было полезно кто-то получил информацию которая не хватало для успешного укоренения и размножения винограда